Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Паралепоменон или книги летописи. И мы сегодня будем читать пятую главу, в которой рассказывается, как Ковчег Завета перенесли в храм, когда храм был построен, и его поставили на своем месте. И читаем первый стих. «И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня, и принес Соломон, посвященный Давидом, отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал сокровищнице Дома Божия». Надо сказать, что храм Божий строился с величайшим вниманием и с величайшим благоговением. Так что в третьей книге Царств, 6 глава, 7 стих, мы находим такое уточнение. «Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». То есть они обтесывали камни где-то в горах, в стороне от Иерусалима, а потом просто с благовением тихо приносили и ставили на свои места. Что пишет по этому поводу Ориген? Это его гамилия, беседы на книгу Иеремии. Он пишет. «Каким образом, сказано, был разбит и сокрушен молот всей земли? Как дошел до погибели Вавилон? Между тем следует спросить, кто этот молот всей земли или какое разрушение ему предсказано, потому что прежде он был разбит, а затем сокрушен, чтобы, собрав все, где-либо написанное о молоте, и узнав его имя, нам исследовать, какой смысл имени на тех примерах, которые мы приводим. «Некогда, согласно Третьей книге царств, строился дом Богу и строил и возводил его Соломон. И там же, будто в похвалу, говорится о доме Божьем, что ни молота, ни тесла не было слышно в доме Божьем. Следовательно, если молота не было слышно в доме Божьем, а дом Божий – это церковь, то молота не было слышно в церкви. Кто же этот молот, желающий удерживать камни для строительства храма, чтобы они, сокрушенные, не подошли для его основания? «Смотри, не зевул ли, то есть дьявол, молот всей земли, молот всей земли, дьявол?» То есть при построении храма все работы шумные, громкие, с треском, с визгом пил совершались вдали. Не только от храма, но и от Иерусалима. Потому что люди, строившие храм, понимали, что дьявола нельзя допускать до этого дела. Как сказано, напрасно трудятся строящие, если Господь не с ними. И мы, созидая церковь Божию, должны тоже понимать, что цель в христианстве православном не оправдывает средства. Наоборот, средства обнаруживают, то ли мы приближаемся к цели, ко Христу, то ли бесконечно удаляемся от Него. Если кто-то проповедует святое православие через агрессивное отношение к заблудшим, то Златоуст называл такую позицию «дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». Например, в слове о статуях Златоуст обращается к тем православным, которые брезговали общаться с еретиками, и Златоуст пишет «И не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного, который посылает нам одни и те же законы. «Не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». И ниже Златоуст пишет «Если в городе осел упадет в яму, все бросаются его вынимать». Еретик тот же осел. Помоги ему добрым словом, примером, наставлением. Если в городе найдется десятка людей, которые озадачат себя мыслью помочь заблудшим, то скоро весь город просияет в правоверии. К сожалению, многие из нас допускают в церковную жизнь агрессию мира, стратегию мира, постсоветское сознание многих людей, которые неофиты притащились в церковь, и они привносят дух мирской жизни в храм. А это недопустимо, потому что, когда строился храм, все строилось так, чтобы никакого шума молота не было слышно, никакого визга пилы, чтобы не было слышно. Все это делалось где-то там, в отдалении, в простой жизни. А входя в Дом Божий, надо входить тихо, с благоговением, кротостью, без агрессии из своей прежней, там, диссидентской жизни, жизни в наркотическом тумане, или как-то еще. Все это надо оставить за плечами. О переносе Ковчега Завета говорится, тогда собрал Соломон старейшин Израилевых из всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения Ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. Сиона. Сион сейчас это, как бы, незначительная часть Иерусалима, но там и гроб Давида. И собрались к царю все израилетяне на праздник в седьмой месяц, и пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли Ковчег и понесли Ковчег и Скинию собрание, и все вещи священные, которые в Скинии, понесли их священники-левиты, царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему пред Ковчегом, приносили жертвы из овец и валов, которых невозможно исчислить, и определить невозможно по причине множества, и принесли священники Ковчег Завета Господня, на место его в Девир, храма, во Святое Святых, под крылья Херувимов. И Херувимы распростирали крылья над местом Ковчега, и покрывали Херувимы Ковчег и шесты его сверху, то есть своими крылами. И выдвинулись шесты, то есть на которых несли Ковчег, так что головки шестов Ковчег видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. То есть когда писалась книга Паральпиминон, Ковчег стоял на своем месте. Не было в Ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, пусть только они внесли Ковчег, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов, и левиты, певчи, все они, то есть Асав, Иман, Идифун, это исполнители псалмов, эти имена мы знаем и по псалтире, и сыновья их, и братья их, то есть все они осветились от этого действия, особенно от вхождения в Девир, от того, что они переносили Ковчег Завета. Одетые в весон с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, то есть целым оркестром, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, то есть они пели и трубили согласно, никто не пел и не играл на трубе в унисон, другим, то есть соборное единение, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и слабословию Господа. То есть у них не было разбивки по глазам, они пели, как вот на Руси пели, единогласно. И когда загремел звук труб и кимвалов, это брядающие инструменты, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен наполнило облако, то есть присутствие Божие обозначилось облаком, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий, то есть присутствие Бога обозначилось в храме таким осезаемым даже образом облако спустилось с неба и осезаемым образом наполнило храм, так что трудно было стоять в нем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok